всем привет друзья с вами реликина и вы на канале гайды по играм фан плюс давно я не снимал ролики про гансов горе и сегодня у нас на обзоре замок из 432 королевства замок макса 48 уровень очень много максимальной прокачки все сейчас покажу все вам расскажу и данный замок у нас участвовал во много многих видео которые вы видели именно по гансов горе в прошлом и сейчас просто вы сможете посмотреть что стало с данным замком переходим в игру у нас 15 почти 16 лярдов силы открываем профиль уровень у орда максимальный 80 смотрим снаряжением смотрим камушки то есть камушки максимальные кроме одного снаряжение плюс 1 плюс 2 вот кому интересно можете посмотреть вот такое вот снаряжением два чуда король дары присутствует премиум льготы то есть пропуск знак приключений вот так вот выглядит вот столько на нем звезд сразу скажу макс зовет всех свое королевство на переселение которое будет альянс примерно я посчитал 31-32 активных участников активных игроков о которых онлайн работу был совсем прям пару часов назад по лидером макс на первом месте по личной силе вот личная сила первое место а уровень цитадели первое место 5 замков сорок восьмых силу губителя тоже первое место там отрыв такой приличный то есть альянс находится на втором месте давайте сразу перейдем по другим существующим которые дают статистику у нас диковинки r15 r15 тут вот одна r14 тут все r15 все прекрасно видели давайте открываем губителя губителя губитель двухсотый уровень максимальный тут есть прокачка по новой звезде и видите сферы 2020-2020 осталась последняя сфера сразу смотрим у нас снаряжение стражей давайте откроем оружейное и вот тут такое вот у нас снаряжение все наглядно видно и понятно давайте перейдем к экипировки склад экипировки видите тут желтые желтые вот такие вот они параметры дают плюс кавалерия видите у нас тут уже красные три штуки и одна желтая и дальний бой и кавалерия у нас вот вот такой вот давайте сразу перейдем интересного просто всегда было посмотреть по стягам стяге смотрим у нас 48 цитадель а тут 47 склад 45 стенка 48 башня 48 то есть по стягам заряжена вообще замечательно открывается щиты щиты р-15 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 тут р-14 у нас идет на кавалерию недолюбливает макс кавалерия открываем дирижабль модификации 60 60 60 открываем сам дирижабль уровень 8 вот так вот выглядит есть что улучшать вот видите да по свиткам ждет карнавалку на карнавалке макс сказал запустит 49 цитадель давайте перейдем оружие героев вот так вот вот такое вот оружие у нас присутствует не буду нажимать так вот такие параметры вы увидели дается давайте перейдем сами стражи два наисильнейших стража которые у него по силе плюс вот так вот вы все можете прям прекрасно увидеть давайте самое интересное конечно это форт форт мушкетеров проверить статистику нажимаем атаковать и пошла жара первое сражение выиграно следующее сражение выиграно и следующее сражение это вот третий поход с губителем по моему если не ошибаюсь выграно давайте смотреть статистику сведения преимуществах вот такая вот статистика по 318 300 тысяч 300 тысяч плюс вообще атака 594 тысячи дальнего боя урону такой вот все вы можете посмотреть вот тут вот медленно по листая вот так давайте посмотрим следующий отчет тут уже другие герои идет друг другу осуществить смотрите атака вот такая тут уже подросло что то что то уменьшилось урон от армии такой же атака дальнего боя 600 уже одна тысяча то есть вот так другие параметры вы можете посмотреть тоже медленно листая и третий поход это поход с губителем вот так вот он выглядит лимит поход с губителем ниже чем ну естественно зережа блин тут тоже убить людей тех скачан кроме последней сферы одинаково принципе по убителям и смотрите 317 301 320 атака дальнего боя 595 урон 365 на 10 единиц меньше вот такая вот у нас статистика есть у нас еще сад сад давайте зайдем в сад посмотрим ну так вот это все выглядит не особо густо много пусто вот пишите ваши комментарии что вы думаете по такую про такую статистику про обзор этого данного замка оружие стражи я показал все показал давайте количество войск посмотрим 44 миллиона у нас присутствует наемники т4 это пехота плюс наемники т4 это дальний бой так это у него вот так вот работает то есть макс играет пехота тире а дальний бой 44 миллиона достаточно немало ассорок девятая цитадели и давайте еще посмотрим вот имперский университет а что тут у нас тут 71 процент тут 26 23 25 76 4 процента вот так вот выглядит имперский университет плюс давайте посмотрим академия что там у нас в академии так навыки войск давайте откроем смотрите вот так это выглядит по навыкам и давайте посмотрим исследование то есть сражение 2 видите насколько вкачана академия на принципе вот эти вот сражение 1 сражение 2 уже принципе вообще ничего не дают кроме вот тут единственное что для всех игроков что я могу сказать надо прокачать и это лимиты лимиты вкачивайте лимиты и будет все замечательно дальше тут идет вот ведь копеечный копеечный процент только в самом конце плюс 300 вы что то там общее получаете это принципе то же самое копейки сражение 1 то же самое вы просто качаете скорость лимиты и все больше ничего улучшена оборона вот видите у нас вот так вкачана и давайте посмотрим боевая машина да вот 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 это ведь вот это вот нужно видите она на фул вкачана как положено процент плюс легион короля пошел тоже тут видите достаточно серьезная прокачка почти тоже закончил и польза королевству видите вот так идет прокачивание 10 из 10 10 из 10 видите все вот тут очень много всего по академке достаточно все прилично вкачанном и легион зенита у нас тоже вот видите скоро макс свитки некуда будем делать не сможет выполнять задание вот такой вот мощный сильный замок на обзоре жду ваших комментариев всем спасибо за просмотр всем пока вот и 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 вот